Вот тут как раз был, вот почти подошел разговор к теме тестирования, особенно к тестированию API-ечек, а это вот именно та идея, которая берет разработчика и затаскивает его в мир тестирования, потому что, а как нам проверять API-ечки, которые меняются с каждым днем, и мы же все-таки не роботы, нам как-то, если мы можем зайти на веб-сайт и проверить, что сайт работает или сайт не работает, то с API-ечками мы каждый раз должны брать курлом, отправлять команды, отправлять запросы, проверять респонсы. И делать это каждый раз вручную, это уже совершенно напрягает. Если еще в браузере потыцать мышкой, как-то мы справляемся, то без автоматизированных тестов для API-шек дела быстро становятся плохо. Собственно, проект Conception, о котором я буду рассказывать, стартанул с того, что мы разрабатывали API-шечку для SMS-гейта, и в какой-то момент просто два разработчика задолбались уже отковыривать одни и те же баги. И было решено сделать хоть какую-то автоматизацию, ну и так пошло-поехало, летели месяцы, летели годы. И теперь я занимаюсь Conception полноценно, это мой продукт, который я разрабатываю и в свободное от работы время, и в рабочее время. Так вот получается. Ну а еще я люблю Rails и Ember.js. Это тоже такое вот хобби, работа. Короче, мне есть чем сравнивать мир PHP, и я стараюсь вытащить все лучшее, что есть в Rails и в JS сюда. Ну или наоборот. Итак, начнем с тестирования. Как я уже сказал, что есть ручное тестирование. То, чем занимались мы, наверное, на заре всех своих лет, когда мы впервые сделали сайтик на WordPress или на голом PHP, или, конечно же, написали свою CMS и начинали прокликивать ее мышкой. В принципе, все работало. И как-то вот тогда этого хватало для жизни. Но когда мы росли как разработчики, у нас появлялись команды, в команде уже человек пять работает, каждый день десяток коммитов. И уже вот просто прокликать мышкой, провести одни и те же сценарии уже просто было совершенно недостаточно. И, конечно, всегда есть на больших проектах тестировщики-мануальщики, которые занимаются даже не тем, что прокликивают одни и те же сценарии. Они изучают возможные ошибки и пытаются найти их, выискать. Exploratory testing. А есть автоматизированные тестирования, которые уже занимаются, с одной стороны, тестировщики, с другой стороны, программисты. И вот, в принципе, от автоматизированного тестирования его нельзя отказаться. Его нельзя переложить на тех людей, которые, изучая и исследуя код, выискивают там баги. Это вот как раз механизм стабилизации кода, а не поиска ошибок. То есть, если вы думаете, что вы напишите юнит-тест и найдете много ошибок, ну, скорее всего, так и будет, если вы плохо написали свой оригинальный код. Но цель автоматизированного тестирования не в поиске ошибок, а в стабилизации того, что есть. Итак, очень часто, когда упоминают про тестирование, представляют себе наш программный продукт в виде вот такого вот ящика. Внутри этого ящика живут тараканы. И нам нужно проверить взаимодействие с ними. Например, посчитать количество тараканов, узнать, сколько у них лапок, чем они питаются. И вот такие вот типичные сценарии взаимодействия. И вот в зависимости от того, где мы находимся, внутри ящика или снаружи ящика, эта задача становится совершенно разной. И если, допустим, мы теперь представим, что этот ящик – это наш веб-сайт, а вот эта вот дырочка – это интерфейс, который мы предоставляем пользователям. И вот этот пользователь с помощью дырочки будет, ну, наверное, это даже не пользователь сказать, это будет тестировщик, который будет искать этих тараканов, он с помощью этой дырочки будет и пытаться найти всех тараканов, которые мы там припасли ему. Он-то может трясти его, выманивать их сахарком или как-то и так, но он очень ограниченный вот этой вот дырочкой. Если бы мы находились внутри ящика, там, конечно, темно, ничего не понятно, но мы там уже привыкли, мы разработчики, мы всех этих тараканов, по сути, мы и наплодили. И вот так как мы живем там, очень много таких всяких задач на тараканы решаются достаточно быстро. Но, тем не менее, чтобы проверить работу с системой в целом, мы должны знать, что мы и внутри ящика можем их поймать, и снаружи. То есть, что у нас, грубо говоря, как это описано, есть black box testing и white box testing. Я, наверное, пропущу эту табличку, я ее только что рассказал, в чем отличие. Что мы, с одной стороны, мы не знаем внутренности системы, а с другой стороны, мы знаем внутренности системы. Но и те тесты, и те тесты, они принципиально очень нужны, и они формируют вот такую вот схему. Как обычно ее называют, это пирамида тестирования. Первые два уровня – это вот то, что находится внутри ящика. И верхний – это то, к чему мы можем доступиться через щелочку, через интерфейс. К чему я веду, что эти интерфейсные тесты и внутренние тесты, они невзаимозаменяемые, они дополняют друг другу. Но на этой же схеме показано, сколько тестов у нас должно быть юнит интеграционных по сравнению с приемочными UI-тестами. И вот в любой системе, которую мы хотим запускать нормально в продакшн, мы должны опираться, как нам. В общем, нам нужно написать очень-очень-очень много тестов юнит, функциональных интеграционных тоже по мере возможности, тоже постараться побольше, и вот все это сверху чуть-чуть прикрыть приемочными тестами, чтобы быть уверенным, что у клиента это не сломается. В зависимости от того, на каком уровне тестирования мы сейчас разрабатываем тест, на модульном, на интеграционном, функциональном или приемочном, у нас будут меняться вот эти критерии. Сколько кода будет покрыто, как долго тест будет выполняться, насколько его будет легко поддерживать. Так, наверное, я еще забыл стабильность. Стабильность выполнения – это тоже немаловажный фактор. И штабельность. И если, допустим, на уровне юнит-тестов мы будем покрывать, у нас покрытие будет маленькое, один метод мы покрыли в одном тесте, скорость выполнения будет высокая, потому что мы ничего не запускаем, кроме PHP-кода. Поддержка эта уже зависит, скорее всего, от того, насколько правильно человек пишет код. Читабельность тоже. А, и стабильность, конечно, будет тоже высокая, потому что, опять-таки, это чисто PHP-код. Но поднимаясь по уровням вверх, по этой пирамидке, мы узнаем, что вот покрытие у нас вроде как бы и возрастает, потому что мы уже можем оперировать не только отдельным модулем, а несколькими. Мы уже можем идти в базу данных, мы уже можем работать через веб-сервер. То есть поднимаемся до уровня приемочных… О, извините. Вернусь к пирамидке. Поднимаясь по уровню выше, у нас тесты начинают взаимодействовать с системой все глубже и глубже, и глубже, а в итоге работают через щелочку. И это очень влияет на скорость их выполнения, потому что чем больше компонентов ты дернешь, а если еще и в базу полезешь, то тест, конечно, будет выполняться медленнее. Ну, а также на его стабильность, потому что база может там что-то отломаться. Особенности любит отваливаться Selenium, который работает для приемочных тестов. И вот, в принципе, эти критерии нужно учитывать при написании тестов. В принципе, я бы сказал даже так. Можно, если у вас не получается написать юнит-тесты, допустим, у вас там Legacy проект, юнит-тесты писать нельзя. Но вы можете покрыть свой проект функциональными и приемочными тестами. То есть стучаться чисто в щелочку для поиска тараканов и тестировать чисто через нее. Так тоже можно, но учитывайте риски, что у вас тесты будут работать медленно и, может, не совсем стабильно. Обычная структура теста выглядит так. В идеале, если тест записать, чтобы был в три строчки, он должен состоять из этих трех компонентов. Если чего-то забыли, то, скорее, это уже не совсем классический тест. Если вы ничего не проверяете, то это smoke-тест называется, когда вы просто видите, что ваш код не выпал из эксепшена. Но старайтесь писать тест именно в таком формате. И если говорить о том, как хорошо писать тесты, можно пойти чуть дальше. К сожалению, я не буду приводить вам конкретных примеров. У меня был доклад, где я именно с примерами кода пытался объяснить эту идею. Если интересно, потом вам дам слайды. Это на Framework Days прошлогодний было. Поэтому я пройду сейчас по тезисам вкратце. Очень часто я встречал в плохих тестах, когда внутри теста написано, в какую базу данных мы будем стучаться. То есть просто DSN зашит в само тело теста. Это плохо. Нужно вынести конфигурацию куда-то в стороннюю, в конфигурационный файл лучше. Очень плохо, когда какие-то дополнительные проверки, вызовы, что-то, что нужно тесту для любой инициализации, какие-то именно инициализационные вызовы, они находятся внутри его. И вот ты читаешь этот код и не понимаешь, что здесь тассируется. То ли это инициализация, то ли сам тест, или все это взаимосвязано. И вот какую-то инициализацию, подготовки и так далее, тоже их желательно выносить куда-то подальше. И если, в принципе, сделать эти первые два шага, у нас уже тесты и так будут ближе к тому, чтобы стать читабельным. То есть в тесте не должно быть ничего, кроме того, что он делает. Чтобы пришел человек, пришел, вот у нас условия, вот у нас действия, и вот мы получаем какой-то результат, чтобы он понимал, что там происходит. Потому что если он не поймет, что там происходит, а тест поломался, а, допустим, человек, который его писал, ушел с проекта или что-то там заболел, то тут будет уже совершенно непонятно, то ли тест был неправильно написан, то ли поменялась спецификация, то ли упал тест. И вот в этих трех соснах можно уже строить себе всякие химерные варианты, что делать с этим тестом. Чинить его, отключать его. И поэтому старайтесь делать тест понятным, чтобы это читалось сразу. Насколько этот тест актуален и отвечает спецификации. Ну, про выносить повторяющиеся элементы, это понятно для всех разработчиков. Рефакторинг, рефакторинг, рефакторинг. Если вы там три раза написали одни и те же фрагменты кода, то понятное дело, что лучше их куда-то вынесите, чтобы можно было их реиздать. Так, про классы эквивалентности я, наверное, вам рассказывать не буду, потому что мы все-таки разработчики, это больше материал для тестировщиков. Ну, в целом, термин интересный, почитайте в интернетах. Это методология того, как нужно писать тесты, чтобы они покрывали всевозможные кейсы. Допустим, вы пишете калькулятор, и вы написали простой тест, что калькулятор добавляет 1 плюс 1 равно 2. Но вы не проверили, что 1 поделить на 0, калькулятор скажет вам что-то другое. И вот с помощью классовой эквивалентности и этого понятия вы сможете разобраться, как написать тесты на калькулятор так, чтобы все кейсы были покрыты. Ну, в целом, я рассказал, что все можно более-менее протестировать. Даже legacy проекты, даже без юнит-теста. Даже, вот, хоть как-то, но протестировать можно. Кроме вот таких вот случаев. Когда мы работаем со синхронностью, это вылазит у нас, даже если у нас проект все синхронно, но вот он немного, слишком много юзает джаваскрипта. То есть если у нас сингл-пейдж-приложение с фронт-эндом, то, или там много Аякса, то тестируется все неудобненько. То же самое, если там проект зависит от очередей, вот, от синхронных запросов к очередям. Это, конечно, плохо, и нужно стараться как-то минимизировать эти штуки. Потому что, ну, тесты из-за того, что мы постоянно ждем ответа от асинхронного сервиса, это время длится долго-долго-долго, и в итоге тесты идут долго, еще и нестабильно, потому что они могут не дождаться ответа от сервиса и отвалиться. Это если сервисы, допустим, наши локальные, или это джаваскрипт. Вот так это как бы обычно происходит. Со сторонними сервисами дело еще хуже в том плане, что сам сторонний сервис может упасть. Он там как-то, там, connection к нему может упасть. И вот писать запросы к сторонним сервисам в тестах – это очень плохая затея. То есть если со синхронными еще можно как-то там подружиться, попробовать, там, допустим, так как они контролируются нами, то можно попытаться заставить их работать синхронно, а к сторонним их нужно просто блочить. И тут очень важно понимать, что в автоматизированном тестировании мы не покроем все кейсы. И в том числе мы не покроем кейс, когда вот у нас опишет, мы используем опи-твиттера, а твиттер в это время отвалился. Понятное дело, что наши тесты, как бы, пусть наши тесты, весь наш код весь валиден, но если твиттер отвалился, то программа работать наша не будет. Но наши тесты должны тестировать исключительно наш код, поэтому мы не должны опираться на опи-твиттера в этом плане. И все сторонние вызовы нужно мочить. То есть блокировать их и, типа, на стандартные запросы отдавать заготовленные результаты, чтобы программа думала, как будто бы она постучалась на реальный твиттер. Ну и еще третий пункт, который стараются много разработчиков сделать. А давайте вот у нас есть там база на 10 гигабайт с нашими реальными данными. И пусть юнит-тесты работают, или там любые тесты работают с ней, потому что также мы проверим, насколько наша система работает под реальной нагрузкой. Все это замечательно, но, может, в чем-то здесь есть резон, но тесты будут скорее опираться на какие-то заготовленные данные. То есть тест, допустим, удаления пользователя, для него должен быть этот пользователь создан. И если база как-то изменила, что-то туда добавилось, поменялось, то, скорее всего, мы закопаемся в этом менеджменте данных. Мы уже не сможем отделить данные, которые были там в дампе, которые нам пришли с продакшена, от тех данных, которые мы создали для тестов. В общем, будет очень много проблем с этим, поэтому просто, если нам нужно тестировать с базы данных, создавать набор фикстур, с которыми мы будем взаимодействовать, и только с ними все. Как я сказал, всех кейсов автоматизация не покроет. Она покроет, она расскажет нам только о том, насколько у нас сейчас рабочий код. Обо всех остальных нюансах она вам ничем не поможет. Очень важный момент, который, в принципе, обычно упускают из виду, наверное, в том, что мы в понимании того, что мы не пишем там софт для атомных реакторов. Возможно, кто-то работает в банковской сфере с проектом, но если нет, скорее всего, если, допустим, вы пишете социальную сеть или новостной портал, или что-то такое, где цена ошибки сравнительно невысока, то, возможно, какую-то часть багов, которые вы могли бы покрыть юнит-тестами, вам о этих багах сообщают ваши пользователи. Что вот я пытался залогиниться с логином звездочки, и у меня все упало. И очень важно вам получать фидбэк от этих пользователей, и на всех, если там какие-то эксепшены появляются, собирайте фидбэк о багах и сразу же пишите на них тесты. И эти тесты очень ценные тем, что если вы стабилизировали систему раньше со своей колокольни, как вы это видите, то теперь вы еще ее будете стабилизировать с точки зрения пользователей, чтобы они не нападали на одни и те же грабли. То есть вы не сможете, скорее всего, находясь на своем месте, покрыть все кейсы. То есть у вас, наверное, не хватит фантазии использовать систему так, как будет ее использовать ваш пользователь. И поэтому очень важно выслушивать от него и узнавать, что у него где сломалось, и это тоже заносить в тест. Ну и, конечно, кто же должен заносить это в тест? И всегда начинается вот ты, нет, ты, нет, ты. И вот все друг друга начинают показываться пальцами и хотят слить эту задачу на друг друга. И, в принципе, все эти подходы, они как бы работают. Там есть, допустим, в командах автоматизаторы, это тестировщики, которые пишут тесты, иногда разработчики пишут тесты. Ну вот, допустим, юниты, интеграционные, функциональные тесты, все, что внутри ящика, все, что blackbox, они, понятное дело, никто их за нас не напишет. Это должен писать разработчик. Насчет того, кто должен писать приемочные тесты, ну, если у вас есть тестировщик-автоматизатор, в принципе, может писать и он. В принципе, это можете писать и вы у вас. Как бы проблем от этого не будет, если хорошо подобраны инструменты, и это не отнимет у вас очень много времени. Понимать, что происходит в тестах, конечно же, должна вся команда. Про Google, я думаю, вы еще почитаете, если вы потом заинтересуетесь. О, моя любимая тема, а именно переходим к страшным словам BDD и TDD. Очень часто их употребляют совершенно в неправильных контекстах, но почему-то эти контексты обязательно должны быть связаны с тестированием. И да, оно связано. Но нет, BDD – это вообще ничего не имеет общего с тестированием. Когда мы говорим о behavioral-driven development, и вообще зачем этот термин был придуман, это скорее вопрос менеджмента. То есть такой парадокс. Это не development, это менеджмент. И цель методологии BDD заключается в том, чтобы у нас заказчик, разработчик, тестировщик, менеджер, эксперт, они разговаривали на одном языке, что у вас есть одна спецификация, которую могут прочесть каждый из этих человек. И в идеале еще, если эта же спецификация может выполняться в виде теста. Но это не то, что мы пишем на Геркине подобный сценарий, и он обязательно будет выполняться как тест. То есть тест здесь не изначально, не базовая вещь. Базовая вещь – это вот то, что заказчик здесь может подписаться, что ему нужен банкомат, который работает так. Разработчик может подписаться, что он абсолютно правильно понял, что от него требуется в работе банкомата. А тестировщику вообще ничего здесь делать не надо. Ему просто нужно взять и озвучить сценарий, если нужно, его автоматизировать. А если нет, он может и вручную этим заниматься. То есть главное записывать сценарий в таком виде. И как вы знаете, в PHP есть замечательный фреймворк BeHat, который позволяет вам работать как раз с такими спецификациями в этом виде. И в принципе для тестирования он тоже приемлем во многих ситуациях. И как завершающие фразы про BDD, как поняла одна из… Ой, к сожалению, забыл имя этой agile тренерши, которая одна из виднейших в agile сообществе, и, собственно, поддерживает это течение BDD, что она после 10 лет неправильно делала BDD, наконец-то у нее пробила мысль, что BDD – это все насчет общения, а не насчет выбора тулзов. Вы можете взять кукумбер, там, BeHat, PHP Spec и кучу новых модных BDD тулзов, но если у вас не будет взаимосвязи заказчик, менеджер, разработчик и так далее вокруг этого процесса, если у вас не будет плотной работы команды, то все это нафиг не нужно. Вы как бы взяли просто чужую лейблочку и прикрепили ее себе. Это как, знаете, написать, что я разрабатываю сайт на HTML5, сверстать все таблицами и внизу прикрепить себе логотипчик HTML5. Еще такой вот концепт, в котором тоже все обычно путаются, это test-driven development. Очень часто в конторах пишут, нам нужны программисты с опытом TDD. На самом деле, скорее всего, им не нужны программисты с опытом TDD, они имели в виду, скорее всего, просто чтобы программист знал, что такое PHP-юнит и как с ним работать. А TDD-методология, она, в принципе, достаточно… Это очень строгая методология разработки, в котором разработчиков стараются на каждом его шаге больно ударить по пальцам. Итак, ты сел писать код? Ай, не-не-не-не-не. И линейка так, выдыщь по голове. Нет, ты должен написать сначала на него тест. Тест не прошел, тест упал? Ну вот напиши теперь минимально, куда ты полез? Я сказал минимальный код, чтобы этот тест заработал. Не пиши там уже доменную модель. Нет, ты просто напиши на этот тест, чтобы он прошел. Вот. Тест стал зеленым. И дальше вот мы пишем следующий тест, следующий код. Дальше их рефакторим. Тест-код, тест-код рефакторим. И, в принципе, вот такой вот строгий принцип, как должен работать программист. Многим эта методология действительно помогает. Допустим, написать хороший код, который будет соответствовать всем best practices, которые сейчас в тренде. А многим, допустим, кого-то оно ограничивает. И я, на самом деле, не могу сказать, как вам относиться к TDD. На самом деле, я просто советую почитать побольше материалов про эту схему. Особенности посмотреть фреймворк PHP-спек, поработать с ним и для себя оценить, вам это приемлемо, этот подход к разработке, или нет. Потому что я не буду кричать, что это неправильно или это правильно. Тут очень все зависит от того, как вы это чувствуете. И вот, допустим, я здесь вижу проблему для работы с командой, что части людей, это может идея разрабатывать через тестирование, им понравится, а часть нет. И, да, кстати, вот тоже парадоксальная вещь, что TDD – это не про тестирование, опять-таки, это про разработку. То есть это методология, которая вам позволяет писать лучше код, писать его менее связным, предусматривать там всякие важные вещи. Но тесты – это дополнение, это побочный продукт вашей деятельности, а не основной. И таким образом мы подходим к парадоксальным выводам. TDD – это не тестирование, BDD – не development. Что же нам нужно? Давайте все-таки говорить о тестировании. Замечательно. Это, собственно, то, чем мы, чем мы, скорее всего, на PHP работаем. С чем мы не работаем? У нас есть веб-интерфейс, и у нас есть API-шечки. Мы можем проверять сайт, отправляя туда getpost-запросы. И вот так оно все у нас и происходит. И когда мы уже пишем тесты каким-либо образом, по TDD, по BDD, хоть или сами написали уже много тестов, очень часто разработчики сталкиваются с такой метрикой, как покрытие кода, и стараются ее, конечно, увеличить на проекте. Это очень ценная метрика, и она очень ценна для, допустим, библиотек, которые вы используете. Если вы берете какую-то библиотеку и хотите использовать ее в проекте, убедитесь, что у нее достаточное покрытие. Но вот для самого проекта, скорее всего, вы никогда не достигнете стопроцентного покрытия, в отличие от библиотеки. И вам нужно балансировать. В том числе покрытие кода, оно не скажет вам, насколько ваш код хорош или плох, но оно может сказать, где у вас что-то не учтено, где у вас белые пятна на карте. И вот, то есть, не используйте код каверидж метрику как цифру. Используйте ее как схему, где вам нужно побольше внимания уделить каким частям кода. То есть, постоянно смотрите, где у вас покрытие есть, где у вас покрытие нет. И когда вот у вас, в принципе, уже настроено и покрытие, и тесты есть, и все у вас, в принципе, замечательно, конечно же, было бы неплохо, чтобы кто-то автоматизированный эти тесты запускал. Особенности это актуально, когда вот у вас тесты уже требуют, ну, как бы на локалке работают медленно или требуют кучи дополнительных сервисов. И тут вам уже просто обязательно нужно поставить себе там CI-сервер типа Jenkins, и, допустим, при каждом коммите он будет автоматически прогонять все тесты. Ваш коммит поломал тесты, вот он вам сразу сообщит, вы будете это чинить. Вообще идеально, если, допустим, вы работаете с GitHub, когда CI-сервер ваши pull-реквесты проверяет. И тогда вы как бы перед тем, как менеджер смержит вашу ветку в мастер, вы уже будете знать, поломали вы что-то или нет. Таким образом, у нас никогда не будет нестабильного мастера. И вот в этом continuous integration принципиально помогает, во-первых, узнать, кто виноват в поломке тестов, а во-вторых, в том, чтобы никто не был виноват, чтобы просто никто не коммитил избавитый код в мастер. Ну, перейдем к самой интересной части, наверное, к тому, что PHP-разработчики в принципе знают и в принципе должны использовать для написания этих же тестов. А как же мы, собственно, их будем писать, чтобы у нас все завелось и у нас никто в итоге не был виноват. Принципиальный такой момент. Самая классическая, самая замечательная вещь это PHP-юнит. Ой, насколько же я его люблю. Скажем так, если вы его любите именно без иронии, почитайте его код. Вот там просто проследите, что происходит с вашим тестом, если вы запускаете PHP-юнит. Прокликайте, и вы увидите там методы на 150 строк, 200 строк. Если в PHP-юнит хотят добавить какую-то новую фичу, они просто вписывают ее в эти 150-200 строк, их становится 220, 230. И так с каждой итерацией. Недавно PHP-юнит выпустили как бы обновление версии 4, и вроде там вот настали времена композера, уже не нужно пихать реально весь нужный код в одну библиотеку, можно их разделять как-то, выносить. И вроде Себастьян Бергман это делает, но все равно вот с каждым новым релизом методы становятся толще, больше. И вот самый феерический пример из последних, начиная с версии 4 и 5, кажется, они добавили второй движок для МОКов и Стабов, Професси из PHP-спека. То есть у них есть уже один, и есть второй, и отключить ни один из них нельзя. Замечательно. Но в целом вот это реально такой вот мощный слоник, на котором все проекты выезжают. Его нельзя действительно пилить очень сильно. Там Себастьян очень ограничен своих средств, потому что на PHP-юнит тестируется реально все. Очень много старых легоси-проектов, и поэтому код этот меняться в принципе уже не будет. Он такой, как он есть. Но в целом на сегодняшний день он достаточно труден в понимании, и работать с PHP-юнитом сложно. Если у вас нету на проекте дофига этих тестов, то посмотрите, может, что-то есть другое. А, ну да, есть другое. PHP-спек, упомянутый мною в контексте TDD-разработки. Очень часто его, в принципе, пропагандируют, типа, я не пишу тесты на PHP-юнт, потому что я пишу PHP-спек. Но он достаточно ограничен в своей функциональности. Он вам позволит написать офигенный юнит-тест. И так, чтобы ваш код соответствовал этому юнит-тесту. Скорее всего, он поможет вам написать офигенный код, для которого у вас будет тест. Но это как бы уровень юнит-тестирования. Если вернуться к той пирамидке, что я показывал, то нужно учитывать, что нам нужно как юнит, так и интеграционные тесты. И вот с интеграционными, которые, допустим, будут связывать эти юниты, обращаться в базу данных, работать, как-то так проявлять активность, более похожая на то, которое ведет наше приложение, то здесь PHP-спек нам не помощник. Он поможет нам именно в базовой разработке. Но в целом прибор интересен, и обратите на него внимание. есть еще BeHat. Опять-таки, он чем-то не заменяет PHP-юин, потому что он скорее нацелен на приемочное и функциональное тестирование. То есть то, которое больше изнутри коробки. Через интерфейсы мы обращаемся вовнутрь и ищем тараканов. И этот процесс, что мы там находим, описан в BDD-терминах, как было показано ранее, через язык, который доступен всем. Менеджерам, клиентам, программистам, тестировщикам. И вот BeHat, в принципе, отлично справляется с этой функцией. Он может запускать тесты населениями, может запускать тесты, как внутри фреймворка, если это Symfony. И вот вы можете легко автоматизировать ваши сценарии. Но, опять-таки, его можно прикольно использовать в связке с PHP-юнитом. Ну и он поможет вам сделать более комплексное тестирование. Лучше описать, что происходит в тестах. То есть в свое время он, конечно, сделал небольшой прорыв в PHP-сообществе, хотя тупо Содерон с Кукумбера был в то время, рубишного. Но и сейчас он очень популярный и очень используется в интерпрайз-проектах именно за счет того, что там до сих пор все работает. Скорее всего, на основе его старого авторитета. Ну и, конечно, ту вещь, которой занимаюсь я, которая в целом является каким-то конкурентом тому же Behead и тому же PHP-юниту. Так что дальше я буду очень заангажированно рассказывать, почему концепшн лучше. Итак, от PHP-юнита мы не отказываемся. PHP-юнит он тянет, пусть тянет дальше. Он молодец. Мы навешиваем на круг него такой интерфейс, который бы помог разработчикам поменьше общаться с ним, узнавать, сколько там строчек в каком методе, а просто писать тесты, не задумываясь о том, как это происходит. Потому что я задумывался, и это страшно. Вы должны писать тесты. Зачем нам все эти нюансы и конфигурации PHP-юнита, XML-форматы там. Короче, концепшн просто добавляет туда возможностей. Добавляет также с помощью Symfony-компонент для тестирования допустим веб-сайтов через HTTP или REST-опишек через HTTP мы используем Cuzzle, самую популярную PHP-библиотеку для HTTP-запросов. Для тестирования веб-мордочки сайта мы используем фейсбуковскую библиотеку для работы с селением PHP-веб-драйвер. Это самая лучшая доступная библиотека для работы с веб-драйвером. Раньше мы использовали Mink, который был доступен в составе Behead. Но так получилось, что Mink остался на своем старом уровне 2012 года. Появилась библиотека от фейсбука для работы с селением и мы уже полностью перешли на нее. В отличие от Mink концепшн развивается более динамично. Если что-то выходит лучше для тестирования мы это все затягиваем. И вот когда у нас появился веб-драйвер, когда мы начали использовать Gazel, нам уже не нужно было использовать абстракцию над ними. У нас это уже есть все свое. И очень важно, что у нас в проекте постоянно кто-то… Вот то, что я рассказывал про регрессионные тесты, что нам приходит очень много багов на наши модули, которые есть. мы их чиним или те, кто прислал на антибаги, их тоже чинят, помогают полу-реквестами. И вот у нас очень много уже таких стандартных кейсов, которые подходят всем разработчикам. И вообще философия этого проекта давайте не изобретать велосипед, если у вас есть стандартные какие-то проблемы и задачи, то почему бы не придумывать на них стандартные решения. И поэтому проекты вот так и разрабатываются, чтобы вы сосредоточились на написании конкретно теста, а не кода инициализации и поддержки для этого. И для этого у нас есть модули, которые позволяют вам тестировать приложение с разных сторон. Есть PHP-браузер. Это как бы такой курла-браузер, который с помощью Gazl делает HTTP-запросы, а потом анализирует HTML-ответы и притворяясь браузером пытается кликать ссылочки, отправлять формы, заполнять их и так далее. То есть такая эмуляция работы браузера, но без JavaScript. Есть второй модуль WebDriver. Он работает через Selenium, то есть уже через настоящий браузер, и его работу можно проследить по открывшемуся окошечку Firefox. Вы увидите, как автоматически заполняются те поля, кликаются ссылочки, и вообще все происходит вместо вас. Для демонстрации это очень красиво, особенно если ваш заказчик не понимает, зачем нужны тесты. Очень классно ему показать, вот смотри, не трогай ничего руками, сейчас будет все происходить само. И вот он, скорее всего, после этого согласится, что приемочные тесты через Selenium это офигенно. Есть еще модули для тестирования внутри фреймборков. Symfony, Laravel, и другие. В чем тут столь, что если PHP-браузер позволяет нам работать с веб-сайтом через веб-сервер, стучаться в 80-й порт, эмулировать настоящий клиент, то здесь мы не выходим за рамки PHP-скрипта. Мы эмулируем get post запрос внутри скрипта, отправляем его на фреймборк, фреймборк запускает приложение, отрабатывает, возвращает нам респонс, который мы парсим. То есть все происходит внутри PHP-сайта. скрипта ничего внешнего не дергается. Ну и это замечательно. Вы сами можете понять это, во-первых, по скорости очень хорошо, ничего лишнего. Во-вторых, нам не нужно стартовать этот веб-сервер. И, в-третьих, мы можем значительно больше кейсов покрыть, если мы используем, пишем тесты внутри фреймворков. И при падении теста мы можем получить намного больше информации, а что пошло не так? Потому что падает все приложение, значит, и мы получаем полный стек-трейс прямо до строчки, в которой это все произошло. То есть, это вот функциональный, уровень функционального тестирования или интеграционного. И очень важный момент, что вот тесты на PHP-браузере, веб-драйвере или на любом фреймворке, они будут выглядеть абсолютно одинаково. Ну, там, с учетом каких-то мелочей и деталей, но в целом тест там-там-там будет одинаков. То есть, вы, написав тест для фреймворка, можете его взять Selenium и запустить, прогнать этот тест через него или через PHP-браузер. То есть, вы можете с минимальной адаптацией туда-сюда перекидывать. Это одна из таких классных фичей концепшена. Что еще можно тестировать? Конечно же, API-очки, которые мы упоминали. Для этого у нас есть модули REST, SOP, XML-RPC, ну, в принципе, все. Кстати, API-очки можно тестировать, как я уже рассказывал предыдущему докладчику, в связке. То есть, можно тестировать Symfony 2 с REST, не обращаясь к веб-серверу, а обращаясь напрямую к фреймворку, можно тестировать REST, а можно обращаясь к веб-серверу. То есть, мы связываем REST-модуль с PHP-браузером, который будет стучаться на веб-сервер, который мы ему сказали, доставать данные и проверять, JSON-валиден или нет, структуры подходящие или нет. Ну, и такие модули, которые нам требуются для работы с данными. Mongo, MySQL, и все это код, который нам нужен для обработки данных, скорее всего, внутри этих тестов, которые пишутся с применением других модулей. Итак, если вы еще не ходили на сайте Conception, там есть примеры более простых тестов, но в целом тесты на Conception выглядят примерно так, когда проект уже достаточно большой, и это уже не Hello World, как, допустим, у меня в большинстве примеров документации, а когда-то что-то серьезное. Тест, как мы видим, короткий. Вот в нем, мне кажется, даже с учетом моих комментариев, понятно, без учета моих комментариев, понятно, что происходит, что мы создаем план и проверяем, что мы его можем кликнуть ссылочку и увидеть его на странице. Вот замечательно, даже никаких дополнительных, мне кажется, слов не нужно, чтобы здесь объяснить, потому что код минимально нужно, минимально загроможден всякой ненужной информацией, допустим, CSS-ом там или чем-то еще. Он, в принципе, как бы, пусть и не совсем понятен заказчику, но он позволит вам найти общий язык с тестировщиком и менеджером. Итак, почему же все-таки советую выбирать Conception? Потому что он вам поможет на всех уровнях тестирования, от юнит интеграционного, функциональный, приемочный, API, он все это может делать. Недавно спрашивали, может ли он тестировать приложение под Android. Увы, нет. Я даже не знаю, зачем это кому могло пригодиться, но тем не менее. Он работает на всех уровнях для всех PHP-приложений. Возможно, он от него удовлетворит, если вы будете хотеть от него реально всего. То есть 90% возможных кейсов он вам покроет. На 10% почитайте документацию и подумайте, как вы можете извратиться, чтобы решить свои задачи. Но он старается решить их за вас в максимально доступном его объеме. Также то, что я упомянул, что методы работы с различными бэкэндами, с PHP-браузером, с веб-драйвером, с фреймворком, они будут одинаковы. И работать, ну, конечно, будет чуть по-разному, но в принципе их работы будет одинаков. И вот так выстроены это API. Мы стараемся этого придерживаться. И это, наверное, самое главное в концепшене, почему он классный. Ну и в том, что его использует много людей, они постоянно дополняют модули, находят баги, присылают pull-request, проект постоянно разбивается. У нас ежемесячный релиз-цикл на минорные такие изменения. И наверное раз в полгода происходит что-то мажорное. То есть в принципе какой-то более-менее стабильный принцип мы уже стабильности мы уже придерживаемся. И каких-то там вэтефаков у нас в последнее время не было. Ну и наверное все, что я хотел вам рассказать. Пусть может немножечко скомкана, но задавайте вопрос, я постараюсь ответить. Спасибо. Спасибо. Такой вопрос касательно тестирования. Многие считают что-то плохая штука тестирования. использование базы данных, если у вас там упоминается ваше мнение наверное, насколько вообще правильно использовать тесты, когда потом идем IC, D, 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 б, б, насколько это вообще хорошо. И касательно сюда же идет вопрос с фикстурами. Я когда читал у вас что-то говорили, сейчас можно я ответ на этот вопрос. Вот юнит тесты, вот интеграционные тесты, они друг друга не заменяют. Интеграционные уже работают с базой данных. То есть вам нужно и то, и то, потому что вы напишите офигенные тесты, юнит тесты, но потом окажется, что структура вашей базы данных совершенно им не соответствует. и вот получится ложноположительный результат. То есть интеграционные тесты для работы с базой данной, они нужны. Их нужно чуть меньше. То есть постарайтесь покрыть все возможные сценарии в юнит тестах, а какие-то там базовые в интеграционных, чтобы вы знали, что схема соответствует коду, как минимум. Ну, непонятно. Некоторые андерсы особо Яны рассказывают, что Мохать все это модели, которые работают под эти данные, но не должны мощить свои данные. Но я думаю, что да, лучше все-таки по данным нам прощается. Ну, она просто дает результат. Это второй вопрос, опять же, касающийся фекстур, которых нет. Здесь в самом концепшене, они обычно с фрайборком как-то идут, то есть в виде фрайборком я не свои фекстуры какие-то, мы их сами должны подтянуть перед тестами, либо второй концепции из-за фектр региол, фектр маффин, фектр хп. То есть ваше мнение с первым вопросом. Да, вопрос касательно фекстуры и тестовых данных по наполнению их базы данных. Что для этого использовать? В принципе, есть очень много таких библиотек, которые кое-как это делают. В целом, мне больше всего в PHP понравился фектр маффин, который умеет наполнять вашу базу тестов фейковыми данными, которые вам, вам, допустим, для теста нужно 10 постов. Откуда их взять? Сгенерить. В Factory Muffin это сделать очень легко. И чем он классный? Он может адаптироваться под любую ОРМ. Я там писал тест, где он работает с доктриной, где он работает с eloquentом ларевелском, скорее всего с E. То есть вы не описываете эти 10 постов вручную, их тайтл, боди и так далее. Он их генерит. И вот эта вещь в нем замечательна. Вы можете его интегрировать с концепшеном, а напрямую концепшен, скорее всего, там есть какие-то такие задатки того, что там в фикстуре писать, но я бы рекомендовал использовать более продвинутую в этом плане библиотеку. Не думаете попытаться от рельсов, они там тянут очень много всего с собой, в том числе факториол, они там строят чуть ли не по дефолту. Нет, не по дефолту. То есть они там структуру уже заготовили, генераторы есть, концепшен столько всего тянет по дефолту, мне просто вот и так хватает. Тем более PHP тянет свое, он же толстый и концепшен вытягивает и честно говоря и так проект не маленький, еще одну зависимость добавлять, скорее только как рекомендация могу. Еще? Да. Два вопроса. Значит концепшен, я так полагаю, что он генерирует нужные фразы для Дженкинса, чтобы построить соответствующие отчеты. Он генерирует XML-отчеты, HTML-отчеты. Это то, что он делает кодов. Да. И второй вопрос. Может, поскоришь, как тестировать такие куски кода, где есть какие-то параллельные процессы по-моему, очень процесс. Это как в PHP-то? Ну, это уже немножко посложнее. Допустим, есть Мога-откера, вот та же самая моя рассылка, допустим, которые рассылают параллельно сообщения. И неизвестно, когда оно закончится. Ну, это то, что я рассказывал, окей, со синхронностью. То есть, делайте как-то, чтобы оно работало синхронно, там, мокрой. В общем, хорошо, все равно, это, скорее всего, не получится. Да. О, где-то там далеко-далеко. А, ну, можно отвечать уже, да? Я вот как раз для таких кейсов говорил, что для legacy проектов идеально написать для них приемочные тесты с помощью PHP-браузера. То есть, вы должны, не лазя в код, там, через щелочку описать, как работать с этой системой, раскрыв все возможные сценарии работы с этой системой, куда нужно кликать, какие формы заполнять, что у вас должно получиться в результате. И в итоге у вас будет набор тестов, которые будут работать вне зависимости от того, что находится внутри системы. И это замечательно, потому что, когда вы поймете, что вам нужно сделать версию 2, то вы просто подменяете, просто переписываете код один друг, блок за блоком, тест у вас работает, работает, значит, все хорошо, все хорошо. И рефакторингом, рефакторингом, рефакторингом вы в какой-то момент перейдете на версию 2 без каких-то реальных проблем для себя. Но для начала нужно покрыть это все приемочным тестом. Я рекомендую концепшн и модуль PHP-браузер для этого. Еще? Ну да. Пользовался вашим премьерком вопросом нету, просто хочу сказать, что очень отлично. Спасибо. Вот. Не только я это говорю. про camera. Спасибо. танцевать? Спасибо.